Христос с презрением глядит на Нее. Здесь Христос стал Спасителем Чуды, Ее веревал, возлюбила Его. И ведь знаешь, Иисус, что, люблю я Тебя, Бьются слезы на ноги креста. Но не слезы тоски, слезы ждущей любви, И они еще могут создать. Павлу клопал в саду, Ванголина в слезах, Это сердце любило Его. И воскресший Христос пред рассветных лучах, Соспешит и утешит Ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что, люблю я Тебя, Сердце рвется от пламени груди. Дровки слов не света, Дел больших не видать, Ольга слезы все могут сказать. Друг мой, если Христос, Друг задаст нам вопрос, А когда-то задал он Петру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Делай от души Я иду, простирая руки И глотаю слезы порой Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» по несколько минут воспоминания о нашем брате мы имеем только один час после этого Тамара и дети вы можете остаться а все остальные, если вы хотите можно уехать для того, чтобы остальные, которые приедут сюда могли поместиться в этом здании до шести часов в такое время настало, братья и сестры что нашего брата даже невозможно похоронить как бы мы хотели ну, ничего над всем нет Господь Он знает все Он руководит всем и даже на этом месте Его присутствует не хочу же оставить вас братьям неведения об умерших дабы вы не скорбели как прочие не имеющие надежды ибо если мы веруем что что Иисус умер и воскреп то и умерших в Иисусе Бог приведет с ними ибо сие говорим вам словом Господнем что мы живущие оставшиеся до пришествия Господня не предупредим умерших потому что Сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на обликах встретения Господу на Господу и так всегда с Господом будем и так утешайте друг друга с ними сила я хочу вас дорогие мои родные утешить и себя тоже этим словом и мы не скорбим как прочие не имеющие надежды но мы знаем что придет время прозвучит труба громогласна всем мертвые воскреснут также наш дорогой славец брат наш ваш муж папа девушка воскреснут и мы вместе с ним будем восхищены на облаках и будем так всегда я хочу утешить вас дорогие в том что мы встретимся мы не разлучаемся навсегда навеки мы прощаемся на время придет то долгожданное время которое все мы ожидаем верующие люди прозвучит труба громогласна и не поднимемся вместе с теми кто воскреснет пусть благословит нас Господь еще раз прошу вас не скорбите как прочие не имеющие надежды мы имеем надежду надежду на встречу надежду на воскресенье надежду на воскресенье мы благодарим Господа что Он оставил нам слово Его Святого и через это слово мы понимаем что не только туда в землю но придет премьер все люди верующие воскресны для получения венца я думаю я верю что наш дорогой брат Славик получит тоже венец от Господа за все то что Он сделал в жизни за весь Его труд за то что Он воспитал семью и за то что воспитал Он семью в христианском духе все дети все внуки желают встретиться с Ним я твердо убежден дорогие что пройдет время как я уже сказал сейчас мы помолимся чтобы Господь благословил наше пребывание чтобы Господь вешал всех и помог чтобы многие еще братья и сестры которые желают прийти сюда не имели возможности попрощаться с Славикой да благословить с Славикой Его уже нет с нами. Его только облик. Я знаю, что Ты взял его к себе. В то место, где он будет ожидать момента, когда прозвучит громогласная труба Архангела. Отец Небесный, благодарю Тебя за эту надежду. Благослови нас на этом месте. Утешь нас. Утешь там, армии, детей. Всех моих братьев и сестер. Утешь нас, Господи. Духом Святым. Тебе слава и все. Отец Небесный, аминь. Присаживайтесь. Станислав Николаевич Краснодемский родился 13 августа 1940 года в селе Пневно-Каменькошевского района Болуинской области. Детство его проходило в очень тяжелых условиях. Папу судили за веру. Осталось мама и шестеро детей. Голод, холод, холод, ужасная нищета и папа в тюрьме. Маме нужно было добывать еду, чтобы прокормить детей, одежду шили сами, а обувь делали из коры деревьев. Так проходили детские годы на Полесье. Я думаю, что наши молодые вообще понятия не имеют, как сделать обувь из коры деревьев. Ну, если вы пожелаете, спросите наших брата Степа моего, Гали, они знают это все. После возвращения папы из тюрьмы в 1951 году Славик с родителями, братьями и сестрами в возрасте 11 лет переехал в Днепропетровскую область, село Морозовка. Там проходили его школьные годы и юность. Несмотря на сильное преследование верующих в Восточной Украине, Славик со своими верующими ровесниками не вступал в школьные голы пионеры, а потом в комсомолы, за что был подвержен сильному презрению со стороны безбожного коллектива учителей. Но, несмотря на это, он смог закончить школу. После окончания школы он поступил в училище, где получил профессию машинист-тракторист широкого профиля. По этой специальности он начал работать на опытной станции. Поступить в техникум или институт можно было только помечтать. Разве что нужно было отречься от Бога публично, написать статью в газету и выступить по радио о своем отречении. На что Славик никогда бы на это не пошел. Даже в училище было учиться нелегко, будучи верующим. Но, несмотря на все это, Славик был искренним верующим юношем. У него была способность к пению. Он организовал в церкви хор и был там регентом долгое время. Много церквей обращались к нему, чтобы он послужил хором для них, как на свадьбах, так и на похоронах. Потому что в других церквях не было хоров по причине преследования. Церковь в Морозовке была как островок безопасности в той местности. В 1961 году мы познакомились с молодежью из города Запорожье. Это была ревностная молодежь, но сильно преследуемая от безбожников. В основном всех братьев в Запорожье судили на срок от 5 и больше лет решения свободы. Но в Морозовке было более-менее тихо. И молодежь из Запорожья и других городов приезжали к нам на служение. Организацией всех молодежных общений занимался Славик. В кругу этой молодежи, я имею в виду из Запорожья, была девушка Тамара, которая понравилась Славику. В 1965 году он предложил ей выйти за нее замуж. 4 сентября 1966 года состоялось их бракосочетание. Вместе они прожили 54 года. У них родились четверо детей Света, Лариса, Славик и Саша. В 1968 году Славик с Тамарой и с маленькой дочерью Светланой переехали на жительство в город Новоломск. А в 1970 году возвратились опять в Запорожье, где прожили 13 лет. В этой церкви, в Запорожской церкви, он нес служение проповедника. В 1974 году они опять переехали на Волынь, но уже в город Блудск. Там он в церкви проповедовал Слово Божие и пел хорик. В Блудске они прожили до выезда в Америку. В 1990 году вся их семья переехала в США, в город Сакраменто. Здесь их дети поженились и родились у них свои дети, то есть 14 внуков у Славика Стамара. В 2014 году Славик почувствовал проблему по здоровью. Но даже с этой проблемой он прожил еще 6 лет. В 2020 году его здоровье резко ухудшилось. Его забрали в госпиталь, где он пробыл 2 месяца. Из госпиталя его забрали домой, где он еще прожил 6 дней. 24 марта в 7 часов утра на 80-м году жизни его сердце перестало биться. Господь забрал его в стояние. До свидания, дорогой наш брат, муж, отец, дедушка и деда Славик. Мы всегда будем помнить тебя веселого, жизнерадостного. Полного оптимизма дорогована для нас Славика Краснодемска. Для нас еще прислали соболезнования, сочувствия для тебя, Тамара и для всех нас, родственников. Дорогие мои брати и сестры, вся родина Краснодемских, всех поколений. З глибоким суммом випонулось моє сердце, коли прийшла новина про смерть моего брата, друга Славика Краснодемского. Приношу глибоке співчуття всій великій родині Краснодемских, особливо дружині Славика, Тамара, с втратой любимого чоловіка. Разом зі мною щиро сумують та співчувають вам родина манчиків, родина бошків, кальчиків, редьків, герасимов, свод, табатьок, новолинців, які особисто знали Славика, так і його рідних, котрі в данный час проживають в штаті Вашингтон. Молимо Бога, щоб Він потішив Ваші серця, так як тільки Він один може потішити. Надіємось на зустріч з нашим братом в вічних оселях нашого Отця Небесного та разом співати Йому пісні хваління там, в небі, який ми так любимо славити Бога, наш брат Київна Семеновна. І ще прислали нам співчуття, дуже багато наших друзів. Це Володя Бошко, Толі Кальчик з Вашингтона, Люба, Коля Бошко, Аня Волк, Вєра Бошко, Павел Світарух, Каня Мацик, Катя Мацик з Новолинська. Люба Манчик – це Клавіка, жінка, який помер. Оксана Трач, Ігор, Ірина Криса, Ірина Сахарух, Новолинська, Толі Кричко. Сем'я Меронюк-Серёжа з Кента Пашингтона, Іван Ірая Маскаленко, Света Вася Шабура, Ліда Сахарух, Новолинська, Саша Мельничук, Саша Люда Журавлёвых з Кента, Вера Цворь тож з Кента, Алла Женю Керасиму, Тоня Коля Зимчук. Люда Веня Ричко, Люда Сергій Панькова, Саша Наташа Матушевський, Льоня Вера Матушевський. І тут підписано 32 лайки, тобто ще 32 людей співчувають нам. Хай благословить нас, я Господь, і тішить. Зараз прославити. Дорогі браття і сьострі, дорогі сестри, дорогі брати, внуки, мої діти. Прийшло время отпустить нашого папу. Ми скільки не боролися, скільки не хотіли для нього добра, скільки не хотіли ми йому зробити щось краще. Але всі му є своє время. Після того, як случився последній в нього строк, мені жінка утром каже, приснився мені сон. Каже, великими буквами було два номера, 65. І вони таким окаємкою, такою блискучою були. Прошло 65 днів ми боролися. І Господь забрав нашого папу. У Бога є время на все. Наш папа, він був завжди такий передовий. Якщо якась ідея є, то він перший. Він перший хату піднімати. Він перший був на комбайні, йому давали флажок, я вам розказувала мама. Він у нас був перший. І він, якби, дожив до такого времени, що время вернулося. Коли він був малий, коли збиралися в отакому калічестві, він був маленький. Ну, пройшло 80 років, і вернулося те время, що ми можемо спокійно, по-морозовськи, отпустить нашого папу. Який прожив всю жизнь, який заботився о нас. Я ніколи в ньому не бачив якогось такого, що він хотів щось для себе. От щось мені треба як то, щоб мені було. Він все хотів, щоб нам було лучше. Він все старався, всіки в нього було сил, всіки в нього було енергії. Він трудився для нас. І прийшло время, коли ми, як діти, бачивши його життя, він нам остався як образець. Що кожному із нас треба жити не для себе, нам треба жити для дітей і продовжати життя на цій землі. Господь дав йому хорошу жінку, дарував йому дітей. Ми всі определені, ми всі не голодні. І прийшло время, як він був в госпиталі, мама казала, каже, якщо він вмре, то я не переживу цей похорон. Я не представляю, як це буде, скільки людей, і всі будуть отак дивитися, все буде отак торже. І він дождався до того времени, що все в світі успокоїлося. Всі всі успокоїлись, все стало тихо, і він спокійно, як на морозівки ми раніше збиралися, ми його відпустимо туди, в небеса. Хай Господь благословить і утєше. Це велика втрата для нас, так як для дітей, для родственників. Він був для нас, як якори. Я ніколи в своїй житті не боявся, як я з ним був. Для мене він був, як то, по-англійськи сказати, такий сихті. Він давав мені всіхда позитивне. Ніколи в нього не було нічого негативного в житті. Він ніколи не сумнівався. Він держав, як то, курс вперед. Як би то не було в житті трудно. Через що би ми не проходили. Він завжди був, находив всьому позитивне. Він ніколи не здавався. Він даже в больниці. І то, в последніх словах, він каже, живіть багато, живіть дружно. Він молився з нами. Він співав пісні. І він відпустив нас з миру. Прийшло його час уйти. Ми відпустимо, повладаємо Бога за все. За всі пройдені жизнені путь на цій землі. А нам треба продовжати далі. Хай Господь благословить і утєшить картина. Що сказати, дорогі мої? Я повторю слова автора християнської пісні, які залишилися до нашого часу. Такі слова. Житейське море іграє волнами. В ньому радість і горе всегда перед нами. Ось таке житейське море наше, по якому ми плівем, кожен к своєму берегу. І то радости, то печали, як на море волни то піднімаються, то утихають немножко. І так наша життя проходит. Було време радості, коли являється ребінок у родителі. Для родителів радость, коли рождається младенець. Так і Славік наш. Труднеє время, тяжеле время, родився. Син у родителі, і родители радувались. Пришло время, ми приїхали в страну Америку. Прекрасно радувалися. Потому що Америка. Нам в Італії казали, оставайтесь в Італії, що ви не знаєте Америки. Оставайтесь тут. Но наша мечта, наша цель була і желання було все в Америку. І ми приїхали, по мілості Божій, в Америку. І була радость, переживали. 30 років. Все окей, благополучно. Попереживали, як в народі поговорка, як у Бога за дверями. Потому що при такому благословенні, при такому ізобілі, ніхто нас не ущемляв, так як детство наше проходило в Америкі. Ніхто не укоряв, що ми християни. Але в своє время теж почали печали, скорби, переживання, тому що потіряли маму свою тут уже в Америкі. За мамою потіряли і папу, хоч 100-летнього папу, але потіряли. Жалко було розставатися, дорогі мої. Потім потіряли з'ятя нашу Дімочку потіряли, Володю Сторожука потіряли. Потіряли зовсім молодого Річіка, теж із нашого росту Краснодемського. Маріечку потіряли, сестру нашу, казалось би, ще жити та жити. І от такі печали. Приходиться переживати нам тут в Америкі. А січас теряєм брата, просто не вірилася, казалось би, при такому благополучі, в якому жили вони, при такій заботі жени, яка, коли я туди не приїду, всіхав вона старалась угостити, всіхав вона старалась прийняти, всіхав вона старалась, щоб побути разом, пообщатися. І все, коли сиділи за столом, то вона все припрашувала Славіка. Славчику, їжу те ще, їжу те ще. Так, і так, дорогі мої, коли вже ми були в тому Нюрсхумі, там молодий, чинно такий, який обслужував, прийшов, та каже, «О, «Іт вориш стронг мен». «Хавон, держав». Як ми сказали, ну, губав, 80, він за голову взявся. «Іт вориш стронг мен». Ну, звісно стронг, тому що ти не знаєш, а я знаю, чого він стронг, тому що жіна заботлива, я за ним була, козіне молочко, яїчка, органік, не якийсь там хімікав, і м'яску куринує своїх курочок, і на такій пищі, на такій заботі, він, звісно, якби не ця, неждана і непрідвідима болезнь, яка коснулася його, цей строк, казалось би, йому ще жити та жити, хоч до возраста папиного, але, уви, не так воно є, не так у Господа, як він каже, «Мої мислі – не ваші мислі, і мої поті – а то не ваші поті». Ми так мислим, думаєм, заботимося, строїм, так живем, а не знаєм, хто буде слєдуючий з нашого родства, з нашої сім'ї. Може завтра, може післязавтра, мені ніхто оцю не знає. Сьогодні ми живі прийшли сюди, щоб подивитися, я даже, ви знаєте, я вам откровенно признаю, що я, я не любитель дивитися вже на мертве тіло, яке зовсім вже бездихане, житті там уже нема вже, ти тиждень часу, як там Славіка нема вже, а я лучше стараю всіхда дивитися на отакий портрет. Оце живий, розовий, влибаючийся, дорогий наш брат. Хай він останеться в нашій пам'яті навсегда, хай останеться вся ця сім'я в нашому вниманні, а особливо, ти, Томочка, одна, стаєшся вдовою, ти сопричислена вже, вже бію вдов, яких в нашій церкві не одна ти. Ви прожили прекрасну життя, ви, ну так, таке оприділення, 70, при більшій крепості, 80 років, така життя чоловічська. Славік почти дійшов до цього, 80 років. Сім'яйка виросла і в своє врємя Господь рішив отозвати його. Одне тільки, хай Господь благословить вас тепер і дасть вам сили все це прийняти, так як от Господа. Потому що пророк Малахи, як каже, не от у слів Всевишнього проїсходить бедстві і благотолучнення. Хто це сказав, що Господь діляє то, що Господь що хоче, це робить. І наші дні у Господа сучтіни. Хай благословить нас всіх, Господь, хай поможе нам, особливо в це время, не панікувати сильно, не скорбяти сильно, тому що в своє время і нас такий черед постигне, якщо життя продниться. Хай укріпить Господь нас в вірі, ми християни, ми надіємось на Господа, ми віримо, що кожному придеться нам умереть в своє время. І все-таки ще блаженна така смерть. Є кому похоронити, хоч в таких трудних обстоятельствах, які охватили Вселенню і всю землю, але все-таки ми можем ще отак похоронити нашого брату. Благословив вас, Господь Тома, Свєта, Славик, Неха, внуки всі, дітки всі, а ми будем не забувати, будем помнить, що є у нас братова, хай буде вона в нас всегда во внимание, щоб вона не возраптала, що я тут одна, в мене родство мало нема, от, хай нам побоже Господь, Боже, воно. Коли ми хороним ушедших у вєчність людей і братья, і ми сидя думаємо, хором, Будем хорнеть. Жизнь на земле, как поем псалом, не 300, а может быть 25. И так на земле люди уходят в вечность, как мы смотрим на гробках, молодые, совсем маленькие, средние и прожитые жизнь. Мой брат Славик прожил долгую жизнь. Слово Божие говорит, что человеку на земле 70 лет, а уже при большой крепости 80. И сегодня мы говорим всему свое время. Время рождаться, время строить, время жить, время плакать, время радоваться, время умирать. Мой брат Славик, немножко, чуть не два роки, он молодший. Мне очень запомнянулось детство. Тяжелое детство, как мы слышали. Брат Риша читал. Но я напомню, один такой случай. Шесть лет было Славиком, мне восемь лет. Мама осталась с шестьми детьми. И в то время был голод. В нашей местности был голод. Было так, ложимся голодные, встаем голодные, идем голодные, что-то кушаем, но все равно голодные. Не было, не было пищи. И вот, мама заботясь, чтобы мы не умерли, люди были трошки богатше. И они нуждались, чтобы кто-то им помог пасть куров. Ну, это вопрос, молодые не поймут этой ситуации, но старшие могут понять. И вот одна семья попросила маме, чтобы она отпустила кого-то из детей пасты коров. Я пас свои коровы, а мама взяла Славика и ведет Славика к тем людям пасть курову. Славикову шесть лет. Новое село, Крымно. Мы жили на Пневне, а это Крымно. Ну и сказала мама, что надо, Славик, двигаться. И идут по дорозе, а я недалеко по своих коров. И слышу такой плач, такой плач, а это было в лесу. Раздается такой плач, а я недалеко был от этой дороги. Я оставляю свое стадо и бегу туда. Что случилось? Пробегаю, смотрю, мама ведет Славика. А он, куда ему идти? Шесть лет. Новое село. Не знаю, че. Ну, представьте себе, наши дети в данный час. Он, он плачет, ну, мама не может. Она пообещала тем людям привезти пастуха. И мама говорит так, Славик, иди пасти своих коров. А ты, сынок Степа, давай за мной пойдем до этих людей. Ну и так случилось. Я попал в хорошие, хорошие люди. Было очень-то мне прекрасно. И я хочу напоминать, напоминуть. Какая жизнь была тяжелая. Какая жизнь была сложна. А, однако, Бог дал, Бог дав силы, Бог помог, умирали люди, но наша семья выжила, Бог дав благополучие, Бог воздает за те годы, где пожирала саранча, жуки, черви. А сегодня мы в изобилии, но и в изобилии мы должны знать, что наша жизнь коротка, дорожить жизнью, служить Богу и просить Бога молиться за наших маленьких, за наших детей. Просить Бога, чтобы Бог дал еще благословение, силу, здоровье, да благословить нас все Господи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 что он не хотел отпускать руки. Вот так мы молились, молились, и он держал. И, конечно, он не мог ничего ответить, сказать в тот момент, в тех обстоятельствах. Но я думаю, что он слушал и слышал. Кажут, что люди, которые даже не могут открыть очи, или не могут что-то сказать, но они очень хорошо все слышат, просто не могут в ответ дать реакцию. И когда пришел некоторый час, я так снова, слава, запитался, как вы здесь, как вам делать? И буквально на наступный ранок мы получили эту смыну звезду, что наш брат уже у вечности, что он не вошел до Господа. Я понимаю, что наш час, наш час, он, бежит. У нас осталось только несколько минут. Я прочитаю из Российской Евангелии. Ивангелия от Иоанна, 11 глава, 23 стиха. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, воскресенье, последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли всему?» Бои сестры, Бог дае нам життя на цей земле. Комусь больше, комусь меньше. Комусь 20, 40, 60, 80, можливо 100. Я на власному досвиду ще не пережив того, что переживаете вы, первые дети. И когда я про это думаю, мне хочется отгонять эти думки от себя. Но я знаю, что такий день в свой час прийдет. Звичайно, если Господь нас швидше не покличе до себя. И настанет этот день, когда мы будем провожать наших родных и наших близких нам людей. И все, что мы имеем в этот час, в такие хвилини, когда приходит наше життя, все, что тримает нас, даже тогда, когда нет соответствующих умов, когда нет близких, друзей, так, как бы мы хотели этого, но нас тримает Боже Слово. Нас тримает Святая книга Библия. Иисус сказал ей, «Воскресный брат, и, дорогие мои, прийде час, воскресный наш брат». И кто знает, возможно, Господь так поведет наше життя, что и не все мы помремем, а вот эти, которые перед нами подошли до Бога, так, как прочитал брат Григорій, они имеют привиление, они первые, написано, первые, которые встречаются с Господом. А тогда мы, которые остались в жизни. Так что ваш брат, ваш чоловік, ваш тату, дедусь, близка людина, он же в Божих оселях. И я так верю, когда мы завершили навык эту молитву в госпитале, мы про все молились, и мы все отдавали в Божьи руки. Мы надеялись на життя, нам хочется жити. Незалежно от того, сколько нам лет, нам всегда хочется жити. Но Бог так распорядился, что забрал брата Станислава до себя. И Христос сказал, «Я его воскресенье и життя, и кто верит в Мене, навеки, если помре, то той поживет». Проте, сестры, «Чи ми це віриме?» И вот особливо, мне здається, в цей ситуации, в которой мы находимся, Бог еще больше перевіряет нас, тестует нас, попробует нас. Яка наша віра? Что мы вірим? И наустану, я хочу прочитати для всех вас сейчас слово потиху из Откровения, 21-я глава, 3-го стиха. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сискинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле, «Се творю всё новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось! Я истинь Альфа и Омега, начало и конец». Дорогие сестры, я всех нас закликаю зараз, до молитвы. И хочу, чтобы мы все остались с таким словом надеи, потихи. Мы все в свой час зустремемося біля них нашего Господа Иисуса Христа. Зустремемося там, где будет личность, где не будет никаких обмежений, где уже не будет никакого карантина, где будет вильный доступ до Божьего престола. Абсолютно для каждого. Мы побачим там всех наших рідных и близких, на кого мы надеялись и уковали. Мы запеваем там славную письмо, и мы прославим нашего Господа. Подякуем за этот час. Аллилуйя Тебе, Отец наш Небесний, Господь наш и спаситель наш. Мы дякуем Тебе, Господь, за эту первую годину, которую мы маем на месте цьому, Господи, возможно, в таком тесном и узком коле, с другой стороны, в спокойном и мирном. Когда самые близкие, самые рідные, самые дорогие, мы находимся на месте цьому и мы можем подумать над нашим життям. Господи, у нас есть чудесные, приемные спогади, начище с самого малого, с дитинства, с юности и с середних роков життя. Боже, мы просим Тебе, чтобы Ты подкрепил сестру Тамару, особенно в ци дни, Господи, потому что она больше будет потребовать уваги, и допомоги потихи Твоей, Отец наш Небесний. Мы молим Тебе, Господь, чтобы в ее сердце всегда залишилася добра память про своего человека, с которым они прожили майже 55 лет жизни спільного, подружного, с людьми, которая была працелюбна, людина, Господь, которая вкладала свою семью и своих детей. Господи, я дякую Тебе за всю семью, ласкови, Господи, всіх, Боже, дітей, ласкови и дочок, и сын, и внуків, и дай им, Господь, залишить в своем сердце добру згадку и мы снова щоденную, подавай нам на кожну и прости нам пробины наши, как и мы прощаем винуватцям наши, и не бити нас успокойся, но Я попросил там братья и сестер сзади, чтобы они вышли. Потому что забагато. Я думаю, мы так сделаем. Тамара, ваши дети, вы лишаетесь, а мы все-все-все. Возвольнимо это место. Прощание будет, я думаю, завтра на близкие брати, сестри, женька и дети. Мы будем завтра прощаться. Если вы можете быстренько пройти, это буквально 2-3 часа, потому что люди там стоят и хотят зайти. Мы другую половину будем дивиться, может, мы трошки по-другому построим. Может, не будет скільки проповедников, а побачим. Так что вы лишаетесь на месте, а вы, братья, все, сестри, если вы хотите пройти, будь ласка, это одна хвилина. И звольняйте так, чтобы вы могли выйти. Дякую. 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 Владимир. Дякую. ... Конечно, мне лично очень печально очень трудно, потому что это мой родной брат. Но как есть, так есть. Мы прожили до такого времени, что даже трудно и сложно похоронить наших родных, как бы мы хотели. Но все равно, за все, слава Богу, время пройдет. Я думаю, мы, может быть, сделаем еще в церкви такой вечер воспоминаний. Но это будет видно. Прочитаю Слово Божие, мы помолимся. Я потом прочитаю Некролог. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга своими словами. Я лично, моя семья, наша семья, мы сочувствуем вам, дорогие наши, Тамары, дети. Конечно, мы не ожидали, что так быстро, как-то располагали наш папа, мой папа, дожил до ста. Ну, все подтягиваемся, думали, Славик тоже подтянется ближе, хоть не что, но близко. Но еще далеко от 20 лет. Человек был оптимист, любил семью свою. Вкладывал очень много сил, здоровья для того, чтобы поднять, для того, чтобы было всем хорошо. Было много у него идей, которые он, ну, осуществлял, некоторые осуществил, некоторые нет. Но все-таки озаботился о семье, о детях, о жене, о церкви. Все думал, как-то вот лучше сделать, лучше сделать. Но пришло время, жизнь закончилась. Мы помолимся, чтобы Господь благословил всех нас, наши воспоминания. После некролога, если у кого-то из вас, друзья, есть, расслабим, просим тебя. Кратенько так, чтобы мы закончили. Семь часов. Потом, если, будем смотреть, если будут люди подходить. Мы можем уйти. Если нет, то немножко останемся еще. Но вначале помолимся, попросим благословения, чтобы Господь нас благословил. Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе. С этот день, который Ты подарил для нас. Ты благословил нас и сохранил нас. Боже наш в округе спокойствие. В округ напряжение. Но наш брат славик, он спокоен. Он в тех местах, в том месте находится, где полный покой. О, Господь, а мы еще на земле. А мы еще идем, движемся, трудимся, работаем. И не знаем, кто следующий. Боже, мы в Твоих руках. Бог, да будет Твоя милость над нами. Тебе слава за все. Отец и Дух Святой. Аминь. Я прочитаю Некролог. Конечно, Некролог поместился на двух страницах. И жена моя, Ирина, говорит, ты знаешь, вот жизнь на двух страницах. Ну, если бы все описать, конечно, тут-то не хватило бы книги. Потому что 80 лет жизни, это, я бы сказал, немало. Станислав Николаевич Краснодемский родился 13 августа 1940 года в селе Пневно Каманькошевского района Волынской области. Детство его проходило в очень тяжелых условиях. Папу судили за веру. Осталось мама и шестеро детей. Голод, холод, ужасная нищета и папа в тюрьме. Маме нужно было добывать еду, чтобы прокормить детей. Одежду шили сами, а обувь делали из коры деревьев. Так проходили детские годы на Полесье. После возвращения папы из тюрьмы в 1951 году, Славик с родителями, братьями и сестрами, в возрасте 11 лет переехал в Днепропетровскую область, в село Морозовка. Там проходили его школьные годы и юность. Несмотря на сильное преследование верующих в Восточную Украину, Славик со своими верующими ровесниками не вступал в школьные годы в Пионеры, а потом в Комсомолов, за что был подвержен сильному презрению со стороны безбожного коллектива учителей. Но несмотря на это, он смог закончить школу. После окончания школы он поступил в училище, где получил профессию машинист-тракторист широкого профиля. Это была популярная такая профессия. По этой специальности он начал работать на опытной станции. Поступить в техникум или институт можно было только помечтать верующим людям. Разве что нужно было отречься от Бога публично, написать статью в газете, выступить по радио о своем отречении, на что Славик никогда бы не пошел. Даже в училище было учиться нелегко, будучи верующим. Но несмотря на все это, Славик был искренне верующим юношей. У него была способность к пению. Он организовал в церкви хор. И был там регентом долгое время. Много церквей обращались к нему, чтобы он послужил хором для них, как на свадьбах, так и на похоронах. Потому что в других церквах не было хоров по причине преследования. Церковь в Морозовке была как островок безопасности этой местности. В 61 году мы познакомились с молодежью из города Запорожья. Ну, я почему пишу «мы», потому что я уже помнил это время. Мне уже было лет 10, там 10 лет. Это была ревностная молодежь, насильно преследуемая безбожником. В основном всех братьев в Запорожье судили на срок от 5 и больше лишения свободы. Но в Морозовке было более-менее тихо, и молодежи из Запорожья и других городов приезжали к нам на служение. Организацией всех молодежных общений занимался Славик. В кругу этой молодежи из Запорожья была девушка Тамара, которая понравилась Славику. В 65 году он предложил ей выйти за него замуж. 4 сентября 1966 года состоялось их бракосочетание. Вместе они прожили 54 года. У них родились четверо детей Света, Бариса, Славик и Саша. В 68 году Славик с Тамарой и маленькой дочерью Светой переехали на жительство в город Новолынск. А в 1970 году возвратились в Запорожье, где прожили 13 лет. В этой церкви Запорожье он нес служение проповедника. В 74 году они оказались опять переехали на Волынь, но уже в город Луцк. Там они были членами церкви, где он проповедовал Слово Божье и пел в хоре. В Луцке они прожили до выезда в Америку. В 90 году вся их семья переехала в США, в город Сакраменто. Здесь их дети поженились и родились у них свои дети, то есть 14 внуков у Славик Астамары. В 2014 году Славик почувствовал проблемы со здоровьем, но даже с этой проблемой он прожил еще 6 лет. В 2020 году его здоровье резко ухудшилось. Его забрали в госпиталь, где он пробыл два месяца. Из госпиталя его забрали домой, где он еще прожил 6 дней. 24 марта в 7 часов утра на 80 году жизни его сердце перестало биться. Господь забрал его в свои обители. До свидания, дорогой наш брат, муж, отец, дедушка, дядя Славик. Мы всегда будем помнить тебя веселого, жизнерадостного, полного оптимизма, дорогого для нас Станислава Краснодемского. Если у вас кого-то есть какие-то вспоминания, вы можете прийти сюда. Я немножко зачитаю еще... Сколько времени я смотрю? Брат Миша, который из Вашингтона, он прислал нам соболезнования. Дорогие мои брати и сестры, вся родина Краснодемских, всех поколений, глибоким суммам наповнилось моё сердце, когда пришла новина про смерть моего брата, друга Славика Краснодемского. Приношу глибоке співчуття всій великій родине Краснодемских, особенно дружине Славика и Марии с втратой любимого человека. Разом зі мною щиро сумують та співчувають вам родина Манчиков, Божків, Кальчиков, Редьків, Герасиновых, Цворта, Батьох, Новолинців, близько знавших особисто як Славика, так і його рідних, котрі в даний час проживають в штаті Вашингтоні. Молимо Бога, щоб Він потішив Ваші серця, так як тільки Він один може потішити. Надіємось на зустріч з нашим братом в віжних оселях, нашого Отця Небесного, та разом співати йому пісні хваління там в небі, якими так любив славити Бога, наш брат тут, на землі. І багато-багато людей, близько тридцять людей дзвонили до нас, передавали співчуття тобі, Тамара, і всім твоїм дітям, а також всім нашим родичам, як Сережа Меронюк, Володя Бошко, Толік Кальчик. Багато-багато я тут переписав їх всі. Ми дякуємо нашим друзям, які співчувають нам в нашому горі. Хай Господь всіх нас рясно благословить. Я думаю, зараз брат Славік, син. Хай включить слайди, ми подивимося. Славік, син. Славік, син. Славік, син. Славік, син. Славік, син. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И он всегда был позитивным. Если даже какие-то ситуации в жизни не бывают, он всегда находил во всем хорошее. Он всегда меня поддерживал, он всегда меня вдохновлял. Потом его силы уже начали как бы ослабевать. Но я видел, как он радовался о том, что моими руками он наслаждался то, что он мог сделать на этой земле. Ему уже было 80 лет. Он уже прожил жизнь. Но он старался, хотел и наслаждался тем, что каждый из нас мог сделать в этой стране. Он прожил такую долгую жизнь. Он оставил жену, нас, племянников. Но это все temporary. Мы все прекрасно понимаем, сколько бы мы ни могли, сколько бы мы ни старались, какая медицина там, доктора самые-самые лучшие. Они стояли вот так и говорили, мы не знаем, что можно еще попробовать. Но Господь, Он имеет каждому из нас время. Я уже говорил, что когда этот строк случился, жене приснился сон, она мне утром рассказывает, говорит, мне такие две больших, два номера. 65, в таком, ну, как бы в ажуре. Ну, что за номера? Все-таки 65. Ну, спид-лимит. Ну, все можно было думать. Но прошло 65 дней. И мой папа, он ушел к Господу. У каждого из нас есть время. Он определил для папы не 70 дней, не 100. Ну, мы думали там натянуть сколько можно. У Господа было 65 дней. И он так как-то нас подготавливал к этому. Это был первый строк. Он так, вроде бы, еще так как бы и не понял. Потому что мы ему говорим, что ты же был в госпитале. Так какой в госпитале? Вы что мне рассказываете? Потом другой строк. И у него даже не было времени быть дедушкой. Вот я своего папу как дедушка. Вот старенький дедушка. Прошло еще немного времени. И вот этот последний строк. И он прожил этих еще 65 дней. Попрощался с нами. Все равно пришло время нам расставания. Благословил нас. Говорит, живите богато, дружно. Любите друг друга. Это его были такие желания при его состоянии, в каком он был. Он оставил очень много для каждого из вас. У него такой был уникальный характер. Что он к любому человеку может подобрать разговор. Он сразу откуда вы? Оттуда. А как ваша фамилия? И он начинает вот так. И у него было очень много друзей. Он был очень веселым папой у нас. Благодарны, конечно, друзья, что вы пришли. Просто to say goodbye. Я хочу всех успокоить вас. Что папа подобрал самое лучшее время идти к Господу. Когда он попал в госпиталь, мама говорила, как я, если он умрет, как я вот это все переживу? Вот эти собрания, вот эти столкновения людей. Я скажу, я умру. А он услышал. И он спокойно выждал этот коронавирус, когда все на земной планете успокоились. И он тихонько вернулся, как 80 лет назад, на Морозовку. Он нашел Господа. Да благословь даст Господь. Утешит. Он прожил хорошую жизнь. Я горжусь моим отцом. Да благословь даст Господь. Так, друзья, но наше время очень сильно, стремительно бежит. Мы хотели бы еще и еще много говорить о нашем Славике, о моем брате. Но время не позволяет. Мы хотим еще в конце дать возможность вам попрощаться, потому что вы не сможете завтра быть на кладбище. Ну, насколько ограничено. 10-15 человек, не больше. Это мы братья-сестры. Тамара, жена, с детьми. Вот. Я думаю, что... Что, Варик? Наверное, в конце. Две минутки. Давай, братья. Давай, Саша. Я вот такого дядю хочу всегда запомнить. Он был веселый, счастлив, жизнерадостный. Я работал много на Сырано-гольф-клаб. И каждый раз, когда ехал по Хейзл, по вдохновению, заворачиваю к ним. Он всегда, когда меня видел, я приезжал к ним без приглашений, без звонка. Просто заезжаю. Собаки меня знают, дружок и там другой. Все, дядя Слава, меня встречает как самого родного человека. Заходи в дом, садись. Сыновья его, рыбаки хорошие, а он хорошо коптил рыбу. И он картошку ставит, макровей, достает кусок рыбы, режет, лука, все, самого дорогого гостя. встречает. Он был жизнерадостным, довольным, был для нас благословением. У него было много идей. Некоторые он осуществил, некоторые он поселил в нас. Они в нас еще живут. может, даст Бог, и мы родством будем иметь какое-то большое место, 20, 100, тысячу акров, куда будут приезжать наши внуки, дети, если мы жить будем. Но он это семья в нас посеял. Когда он уже болел, я также его посещал. Он тоже был добрым, расположенным. всегда хотел беседовать, говорить. С ним не было скучно. Знаете, есть люди, с которыми трудно подобрать какой-то разговор. А он был всегда такой человек, хотящий с тобой беседовать и на духовные темы, и на плотские. и он много чего знал. И еще я помню, он ездил в Вашингтон раньше или в другие штаты. И когда побывает там, приедет, ну как там, говорю, дядя Слава, духовное состояние народа, как там, да, давали даже в порт Владимир мне проповедовать. Я, говорит, там брал слово, говорил, все. Говорит, ну приехал домой, я, говорит, тебе хочу сказать, наша церковь самая лучшая. Я говорю, видите как, вот все мы познаем в сравнении. Когда мы вот сидим на одних скамейках, нам кажется, что мы уже как-то друг другу надоели. Когда поехали, посмотрели на других, приехали и рады. Ну что, тёк, хочу сказать, буду заезжать к вам, пускай Бог вас утешит и всех нас. в Евангелии мы читаем, что Бог наш не есть Бог мёртвых, но живых. У Него все живы. Вот это радует. Вот это тело разлагающее. Его нужно чем поскорее закопать. Но у Бога нету мёртвых. У Него все живы. Это мы себе скажем, и мы будем так жить, как живые люди для Бога. Да благословит всех Господь утешит. Мир и благодать пребудут с нами. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Как-то кажут, не можно воздержаться, чтобы не сказать. Пару слов про мого этими. Слава Богу, Вы знаете, когда мы жили там, была такая поговорка, что что, если человек или человек в жизни мог посадить дерево, родить сына, построить хату, то уже он не напрасно прожил. Я бы хотел сказать по этому поводу, что наш дядя Слава, может, десятки дерев посадил, а может и больше, и, наверное, не хватает пальцев на руках, сколько он хотел построить. Вы знаете, не всем дана такая способность, то он не только на себя, а на многих других еще построил. Родил два сына, две дочки и мает такую большую родину теперь. Как и Саша уже сказал, я також любил заезжать до них, и завжди мы, как-то сказать, плодотворно беседовали, а молиться и дядя Слава, и спевать, то он мог. И даже эти годы, шесть годов, когда он был уже дещо, как бы, уже не так было его здоровье. И как уже и дядя Гриша сказал, и Саша, что у него было много идей, и он был такой экспериментатор. И то хорошо, что много из его идей, которые он может не существовать, как Саша уже сказал, они остались в нас. И поэтому у нас есть возможность продолжить его життя, его желание. И так же я бы хотел сказать дитям, когда мама теперь сама, нужно больше заезжать до мамы, потому что, как папа не был, но он был, теперь ей будет труднейше. И нам всем, если бы даже не заезжать, то хотя бы позвонить и таким образом поддержать. Хай благословить на всех, Господь. Дорогие друзья, слава Богу, хочу пригласить нас к молитве, заключительной для этого, для этой части. Хочу просто оставить вам одно слово. Наш Бог, Он есть Бог, по-английски это compassionate, Бог сострадания. Напомню только одну историю из Евангелия. Помните, когда Лазарь умер, и кажется, Христос мог бы сделать все, прийти раньше, мог бы исцелить. Он исцелял много людей, Библия говорит, Он остался еще несколько дней, подождал, Лазарь умер. Он приходит к сестрам, и какие-то такие вещи, говорит, непонятные. Они говорят, ну да, воскреснет день, ну в конце, а Он говорит, стараясь утешить их и ободрить их веру. И уникальный стих написанный, говорят, самый кратший стих Библии, Он прослезился. На других переводах написано, что Он не просто прослезился, Он возрыдал, Он заплакал с теми, которые там находились, те, которые плакали. Это показывает то, что Он был сострадателем. Подумайте, Он знал, что сейчас, через несколько минут, Он скажет слово, и Лазарь выйдет с гроба. Почему же Ему плакать? Но Он был сострадателем. Я знаю, что будут трудные времена, когда будет тихо в доме, и будет хотеться плакать, но хочу, чтобы вы помнили, что Господь есть наш Бог сострадателем. Приглашаю вас к молитве, поблагодарить нашего Бога. Слава Тебе, Господи Иисус! За этот вечер благодарим Тебя за возможность собраться, хотя, так как в таком малом числе, Господь, но мы могли сойтись вместе, Боже. Но мы пойдем по домах, Господь Иисус, мы разойдемся, но мы просим, Господь, мы просим Дух Святой, останься. Останься, Господь, с тетей Тамарой, с Светой, с Ларисой, с Славой, с Алексом, Господь. Останься и утешь их, Господь. Дай им помнить, Боже, что Ты, Бог, сострадательный, что Ты сочувствуешь нам, что Ты понимаешь нас, что Ты знаешь нашу жизнь, Ты знаешь детали нашей жизни, и Ты вникаешь в них, Господь, и Ты желаешь, Господь, помочь, Ты желаешь утешить, Ты желаешь ободрить, Ты желаешь наставить, Ты желаешь поддержать, Боже. Мы это верим, мы это знаем, и мы, Господь, доверяемся Тебе, мы доверяемся в Твои руки, Господь. Будь утешением, Господь, для них и для каждого из нас. Храни нас в наших путях, храни от болезней, храни, Господь, от всяких заразных болезней. Пусть Твоя рука будет над нами. Мы это все просим во имя Иисуса Христа. Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам толки наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от рукава. Твоё и царство, и сила, и слава, и слава, и слава. Аминь. Так, друзья наши, наши родственники, наши дорогие племянники, у нас время ограничено. Я думаю, для вас не будет завтра возможности быть на кладбище, потому что сказали примерно 10-15 человек. 10-15 это Тамара с детьми, ну и мы, братья и сестры, придем туда. Ну и так, в таком порядке, похороним нашего, моего брата. Я думаю, так, мы будем осматривать, как, если еще во вторую часть придут люди, то мы потихоньку будем освобождать. Если нет, то чуть-чуть побудем еще, но так, чтобы там уже больше медного человека не было. В прошлый раз мы несколько человек уже выставили на улицу. Я думаю, сейчас мы сделаем так. Кто-то хочет прийти сюда, сфотографироваться, попрощаться. Вы попрощались, и можно потихонечку выходить. Я думаю, все, потому что много раз развозить тут нет возможности, нет времени. Так что, если желание есть фотографии сделать с моим братом, пожалуйста, и попрощаться, и можно выходить. Продолжение следует... 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 О новой правде нескудеющей, Что в душах мига так звала, Прошли века и далека. Земля держит в смысле дерьмой, Но и теперь, о цели жизнь моя, Пример мой дорогой. Источник светлый утоляющий Любую жажду и нужду, Иисус от силы зла страдающий В тоске несет от сумоку Прошли века и далека. Земля держит в смысле дерьмой, Но и теперь, о цели жизнь моя, Пример мой дорогой. На древе огнец умирающий, Ужасный пыт вперед за кровь, И слышу голос всем прощающий, Он дарит жизни любовь. Прошли века и далека. Земля держит в смысле дерьмой, Но и теперь, о цели жизнь моя, Пример мой дорогой. Субтитры создавал DimaTorzok Наш спаситель воскрес, Греки зло победит, Честь ему до небес, Наш спаситель воскрес, Он воскрес, Христос воскрес, Он воскрес, Христос воскрес, Славь его вся земля. Он воистину воскрес, Это чудо из чудес, Вдруг воскрес, Он для тебя. Людям радость принес, Людям радость принес, Наш Господь, Наш Христос, Жив все, Подарил светом правды, Озарил. Он воскрес, Он воскрес, Христос воскрес, Славь его вся земля. Он воистину воскрес, Это чудо из чудес, Вдруг воскрес, Он для тебя. О, немедлень прийти, В этот час поспеши, Двери сердца открыть, Чтобы его Христос так жил. Он воскрес, Он воскрес, Славь его вся земля. Он воистину воскрес, Это чудо из чудес, Вдруг воскрес, Он для тебя. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, Славь его вся земля. Он воистину воскрес, Это чудо из чудес, Вдруг воскрес, Он для тебя. Вдруг воскрес, Вдруг воскрес, Он для тебя. Вдруг воскрес, И горько плачу Пред тобой. Простри ко мне святые руки, И от греха меня мой, Хочу забыть я сердца муки, И лишь тебе искать покой. Хочу горячими устами Твое лишь имя призывать, Хочу раскаяния слезами, Я прощенье умоляю. Прости мне, робот мой безумный, Что горе я не мог снести, Порыв отчаяния бурный, Забудь спаситель мой, прости. Я к людям не пойду с тоскою, И мало дела до других, Но пред тобой склонюсь главою, И отдохну ног твоих. А ты, как тихий свет вечерний, От раду душу мне прольешь, Из сердца вынешь острые тени, И дальше путь меня пошлешь. И я пойду, но будь со мною, Тогда не страшен жизни путь, Спаситель будь моей звездою, Чтоб в море слез не утонуть. О, научи меня, спаситель, Какой дорогой уйти, Чтобы открыть твою обитель, И счастье вечное найти. О, дай мне силы, дай терпенье, Нести свой крест и не роптать, Когда на камень прегновенья Я должен в жизни наступать, Чтоб всей душой я не наружна, Я людям мог бы все простить, Чтоб я служил, когда им нужно, И мог бы искренне любить, И мог бы искренне любить, Чтоб всей душой я не наружна, Я людям мог бы все простить, Чтоб я служил, когда им нужно, И мог бы искренне любить. Не найдет душа себе покоя, На земле чужой здесь странник я, Так-то млюсь мне чужды радость мира, Песни мира не возьму в уста, Без Иисуса все вокруг печально, Солнцу свет не радует меня, Пустота вокруг покрыта мраком, Я спешу в небесные края. Боже мой, душа моя желает Подойти к источнику воды, Жажду долить из утомленых, Принять чудный дар святой любви, Отче мой, как сердце, Ждет Иисуса, Пустота волнений и душа, Вот идет он чудный и прекрасный, Царь великий славного Отца. Он идет, как будто солнце сходит, Оживляя всех своих лучах, Векованье торжество приносит, Благовея в дерев и в туманх, Припаду в груди Иисуса нежной, Ноги обниму, смачу с резой, И без многих слов поймет меня он, И найду душе своей покой. И он скажет, сын мой, Иди с миром, Я с тобой не бойся, Будь смирей, Укрепляйся, принимая силу, Что дана тебе отцом небес, И он скажет, дочь моя родная, Я с тобой не бойся, Будь смирей, Укрепляйся, принимая силу, Что дана тебе отцом небес, И он скажет, дочь моя родная, Я с тобой не бойся, Будь смирей, Укрепляйся, принимая силу, Что дана тебе отцом небес, Христос пришел, чтоб нам принесть Благую радостную весть, Отец по милости своей, Простил вину своих детей, Чтоб я поверил в вести твой, Рожден бесширен простой, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, О, ты небесный гость земли, Привет туманему внемли, Приви хвалу, спаситель мой, Чтоб я поверил в вести твой, Рожден бесширен простой, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, Ты вразумил меня, что я Бессилен жалок без тебя, Что без тебя в стране сует, И в вечной славе счастья нет, Чтоб я поверил в вести твой, Рожден бесширен простой, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, Хотел бы к ясну меня прийти, И без хваленья принести, Даруй же мне твою любовь, Слава Богу, братья и сестры, Что мог тебя лишь я принять, И сила сей души опять, Как бы ни переходил человек в личность, Всегда разлука или боль разлуки определяется Вот той любовью, Теми накопленными воспоминаниями, отношениями, И чем больше любят друг друга, Тем сложнее расставаться, Хотя мы понимаем, что мы уходим, Как Владневский писал, Там жизнь намного интереснее, И легче намного там человеку, Это таинственно, Но мы сегодня пришли сюда, Чтобы разделить с вами эту боль, Эту печаль внутри, И конечно же верим, Что Господь утешает нас тем утешением, Которым мы не можем утешить друг друга. Кто-то сказал из священников на погребении, Когда мать хоронила единственного ребенка своего, С трудом выношенного, Что разлука не вечно. И если мы хотим встретиться со своим близким человеком, То нам надо постоянно быть в близости с Господом. Вот я нам всем хочу пожелать, Живым сегодня, Чтобы мы держались Бога. Особенно в такие смутные времена, Когда страх болезни, Чтобы мы искали его лица. Мы помолимся сейчас, И потом еще раз послушаем о некролах. И я уверен в том, Что многие, которых сегодня нет, Они тоже внутри сочувствуют, Переживают, И будут молиться за вашу семью, За ваше родство. Давайте, если возможно, Предстанем пред Богом. Какое ли. Поэтому, Что мыили на сердце. Как и многие. Как и многие. Как и многие. Что мы видим, И я бы не умею. Что мы видим. Артур, Это слово, Понимаете. Вы должны понимать. Артур, Что мы видим. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, при содействии Духа Святого, Господь, мы обращаемся к Тебе в этом помещении, в этом месте, Господь, мы благодарим Тебя прежде всего за то, что Ты нам открылся, за то, что кровь Иисуса Христа сроднила нас, Господь, и что мы являемся телом Иисуса Христа. Мы благодарим за жизнь, Господь, нашего брата, который также был частью тела Христова, который верил в Тебя, Господь, и который до конца сохранил верность Тебе. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты позволил собраться в это смутное, Господь, трудное время, родственникам, друзьям, тем, кто имел возможность и смог прийти. И мы благодарим Тебя за эту встречу, за это общение. Мы верим, что Ты присутствуешь там, Господи, где не только радость и торжество и прославление, когда поклоняются Тебе, Господи, в благополучии, но Ты особенно спешишь туда, где скорбь. Господи, Ты всегда у могилы, Ты всегда в госпитале, в хосписе. Для Тебя нет никаких, Господь, ограничений, препятствий. Мы благодарны Тебе, что всегда можем надеяться на Тебя, уповать, Господи, и никогда не терять надежду. И эта надежда пусть держит благословенную, Господи, семью, все родство, Господи, брата Славик, особенно жену. Утешь, укрепи, Господи, Духом Святым, чтобы она искренне, Господи, до все свои года жизни, которые Ты ей предопределил, чтобы она пронесла эту веру, упование и надежду, а также любовь к своему мужу. Благослови детей, благослови внуков, всех, кто, Господи, переживает, кто сожалевает, утешь, Господи, сам своим божественным утешением. Также еще раз и еще раз просим благословения на дальнейшее продолжение всей этой церемонии погребения, Господь. Пусть все придет, придет благословенно, Господи, чтобы мы еще раз и еще раз в последствии могли поблагодарить Тебя, Господи, за жизнь нашего брата и за то, что мы все едины в Тебе. Господь в Твоем теле продолжи с нами это общение, Господь, останься с нами, а мы поклоняемся Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Я буквально еще присядьте минуточку, хочу сказать свое краткое воспоминание. Нас считают уже родственниками краснодемских, ну, больше краснодемских, так, особенно мой сын Джоник, он Джашека, допустим, считает, что он казин его, вот в школе, это его казин. Он говорит, вы не родили мне братика, вот у меня казин есть. И мы так в эмиграции здесь очень близко подружились со всеми, и Лещик, и Света, и Саша. Много-много лет мы уже, так вот сложилась наша жизнь. Я помню, последний раз мы были вот в вашем доме, когда после первого такого вот стресса, да, общались, и он молился, я помню. Я даже удивился, как он молится, вот правильно, теологически, богословски. Кто-то мне сказал, ну, это он как бы вот автоматически. Но я думаю, что очень важно, когда человек теряет уже способность так физически все контролировать, что он может молиться. Это сильное для меня было свидетельство, я даже рассказывал где-то на проповеди, что надо жить, когда ты еще здоров, и ясное осознание, жить, молиться, трудиться так, чтобы внутри у тебя было то, что когда у тебя будет слабая память, может быть, или здоровье ослабней, что ты мог молиться Господу. Еще я вспоминаю, когда такие были у меня интересные, может быть, для него проповеди, или что-то его затрагивало, он подходил ко мне, вот, и начинал вот свою точку зрения, свою позицию, он рассказывал, и чувствовалось, что он такой вот, где-то он там посмотрел на импакте что-то, я помню, подошел. То есть он был неравнодушный, но на мой взгляд, я его мало знаю по жизни, но я знаю его вот по таким эпизодам. И у меня самые останутся вот о нем приятные воспоминания. Я смотрю, вот фотография, да, улыбка, вот такой вот у меня, вот у него такой облик. Я бы хотел, чтобы тоже в старости такой у меня тоже остался облик. К этому надо готовиться, нам всем нужно готовиться к переходу, поэтому еще раз хотим вам пожелать, чтобы Господь оставался с вами, чтобы вы любили друг друга, ценили друг другом, и чтобы мы помнили, мы здесь все странники, пришельцы. Сегодня Славик, завтра я или Валентин, мы не знаем, но одно знаем, что жизнь наша, дни наши в руках Божьих. Да благословит вас всех Господь. И как Ваня сказал, что самое важное помнить в конце жизни свои молитвы. Да, и уже в госпитале, когда, когда вообще, может быть, мышление у него было отключено. Я не знаю, я смотрел на него, он был в каком-то другом мире, он что-то там чувствовал, что-то переживал. И когда мы говорили, помолимся, отче наш с начала и до конца, по-украински. И я так смотрел на него и думаю, да, неужели в последние дни брата моего на этой земле. Конечно, мои воспоминания очень большие, длинные, сколько мы вместе с ним прожили. И в Морозовке, и в Запорожье, в Верхнове, в Нововолинске, в Луцке я много раз проезжал, много раз. Еще знаю, когда у нас в Нововолинске проходили такие собрания, пробуждения, я всегда звонил, говорю, Славик, гости приезжают. Он быстренько на машину свою, два часа, и он в Нововолинске, все, встречаем гостей, славим Господа. Любил он, любил он общение, любил он часто приходить в Capital Christian, когда мы были там, когда пели в хоре. Он так любил хоровое пение, то у него была просто вся жизнь, вся жизнь. И даже когда уже немножко так состарелся в нотах, ну, немножко, знаете, современные люди более образованные, все движутся вперед. И он доставал нотные песники свои, разворачивал, си-бемоль-мажор, там, до-мажор. Как ты думаешь, Гриша, вот какая тональность тут? Мы так рассуждали с ним. У него была жизнь, жизнь пения, жизнь музыкальная такая. Пел он очень сильно, и немножко затягивал всегда тенором. Ну, это у нас остаются такие хорошие воспоминания о нашем дорогом братье. И если бы мы целый вечер, еще целый день говорили о нем, то все невозможно пересказать. Все невозможно пересказать. Прочитаю немного о нашем Славике, о некролах. Жена моя говорит, жизнь на двух страницах. Конечно, если бы детально писать, писать о жизни, это, конечно, можно было бы написать книгу интересную о жизни. Особенно в трудное время, когда жили на Полессе. Ужасное время, нищета, голод. Папа в тюрьме, мама одна. Это надо жить, выживать малым таким вот хлопцем. Семь, восемь, пять лет. Как сегодня Степа брат мой рассказывал, как пригласили его пасти коров в другую деревню. Как он шел с матерью, плакал, просто рыдал, что его отсылают в другую деревню. Сейчас люди ездят, летают, мотаются. Шесть лет, да, шесть лет было. Да сейчас какая-то другая обстановка, жизнь другая. Шесть лет он сегодня может садиться в самолет и лететь на Украину. Другие люди, все другое. А то пневно, пневно, а то залазя или другое село, идет человек, идет хлопец туда пасти корову, рыдает и плачет, потому что идет издавна. Такая жизнь была. Станислав Николаевич Краснодемский родился 13 августа 40-го года в селе Пневно, Каменькаширского района, Волынской области. Детство его проходило в очень тяжелых условиях. Папу судили за веру, осталось мамой шестеро детей. Голод, холод, ужасная нищета и папа в тюрьме. Маме нужно было добывать еду, чтобы прокормить детей. Одежду шили сами, а обувь делали искры деревьев. Так проходили детские годы на Полесье. После возвращения папы из тюрьмы в 51-м году, Славик с родителями, братьями и сестрами, в возрасте 11 лет, переехал в Днепропетровскую область, село Морозовка. Там проходили его школьные годы и юность. Несмотря на сильное преследование верующих в Восточную Украину, Славик со своими верующими ровесниками не вступал в школьные годы в Пионеры, а потом в Комсомолы, за что был подвержен сильному презрению со стороны безборного коллектива учителей. Но несмотря на это он смог закончить школу. После окончания школы он поступил в училище, где получил профессию машинист-тракторист широкого профиля. По этой специальности он начал работать на опытной станции. Поступить в техникум или институт можно было только помечтать. Особенно, особенно хочу сказать, в том месте, где мы жили, особенно Днепропетровск, Синельниково, Запорожье. Это ужасное гонение было, это страшное преследование. Об институте или каком-то техникуме там никакой разговора даже не было. Училище поступить, и то очень трудно. Поступить в техникум или институт можно было только помечтать. Разве что нужно было отречься от Бога публично. Написать статью в газету и выступить по радио о своем отречении. На что Славик никогда бы не пошел. Даже в училище было учиться нелегко, будучи верующим. Но, несмотря на все это, Славик был искренне верующим юношей. У него была способность к пению. Он организовал в церкви хор и был там регентом долгое время. Много церквей обращались к нему, чтобы он послужил хором для них. Как на свадьбах, так и на похоронах. Потому что в других церквах не было хоров по причине преследования. Церковь в Морозовке была как островок безопасности в той местности. В 61-м году мы познакомились с молодежью из города Запорожья. Я уже говорил, что мы – это значит и я. Я помню этот 61-й год, когда к нам приехала молодежь из Запорожья. Это была ревностная молодежь, насильно преследуемая от безбожников. В основном всех братьев в Запорожье судили на срок от 5 лет и больше лишения свободы. Но в Морозовке было более-менее тихо, и молодежь из Запорожья и других городов приезжали к нам на служение. Организацией всех молодежных общений занимался Славик. В кругу этой молодежи была девушка Тамара, которая понравилась Славику. В 65-м году он предложил ей выйти замуж за него. 4 сентября 66-го года состоялось их бракосочетание. Вместе они прожили 54 года. У них родились четверо детей – Света, Лариса, Славик и Саша. В 68-м году Славик с Тамарой и маленькой дочерью Светланой переехали на жительство в город Нововолынск. А в 70-м году возвратились в Запорожье назад, где прожили 13 лет. В этой церкви в Запорожье он нес служение проповедника. В 74-м году они опять переехали на Волынь, но уже не в Нововолынск, а в Луцк. Они были там членами церкви, и он был как проповедник Слова Божьего и пел в хоре. В Луцке они прожили до выезда в Америку. В 90-м году вся их семья переехала в США, в город Сакраменто. Здесь их дети поженились, и родились у них свои дети, то есть 14 внуков у Славика с Тамарой. В 14-м году Славик почувствовал проблемы со здоровьем. Это был первый строк. Но даже с этой проблемой он прожил еще 6 лет. В 2020 году его здоровье резко ухудшилось. Его забрали в госпиталь, где он пробыл 2 месяца. Потом из госпиталя его забрали домой, где он еще прожил 6 дней. 24 марта в 7 часов утра на 80-м году жизни его сердце перестало биться. Господь забрал его в свои обители. До свидания, дорогой наш брат, муж, отец, дедушка, дядя Славик. Мы всегда будем помнить тебя веселого, жизнерадостного, полного оптимизма, дорогого для нас Станислава Краснодемского. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, родные мамы, сестра. Спасибо, что вы уделили время для нашей семьи, для того, чтобы в последний взгляд посмотреть на нашего улыбающего отца. Таким я его видел всю свою жизнь, как мы видели там на слайд-шоу. От рождения, как он говорил, он иногда и плакал. Но в основном он был сильным. Он дал нам жизнь. Он воспитывал нас. У него было на все время. И время разборок, собраний. Время у него было на констракцию. У него время было на посадить что-то надо. У него на все было время. Он везде успевал. И у него такая уникальная одна черта, что мне понравилось. Что он каждому человеку мог просто так подойти, побеседовать, поразмышлять, углубиться в его проблемы, дать совет. Это нет разницы. Маленький, старший. У него всегда был на все совет всем. И кто знает, он любил сильно так на кафедру. За правду, чтобы было правильно. Он всегда ревновал. И он также ревновал о том, чтобы мы жили хорошо. Он всех нас определил. Он дал нам хорошую начало. Для нас он был как еще корень. Мы держались за него. Сейчас он нас просто взял, каждого посадил в свое место, чтобы мы начали жить. Чтобы мы начали быть этими большими корнями. Чтобы наши дети держались за нас. Чтобы мы могли быть как бы для наших детей такими сильными, как мой отец был. Он никогда не унывал. Он в любых ситуациях, он любил так экстрим. Он не любил так, чтобы спокойно все было. У него надо так. Если хата есть, значит ее надо поднять. Если там, ну у него так, есть люди, они боятся. Он никогда ничего не боялся. Никогда не боялся. Ему не надо было там 10 человек. Он так сам все. Если кто-то может помочь, помогайте. И у него это получалось. У него был результат. И результат, он как бы отражается на нас. То, что мы уже вот тоже на семье свои. У нас дети свои. Мы задумываемся иногда, что нам нужно как быть стронгер. Ну, пришло время. Нужно отпустить нашего папу. Он ушел к Господу. И мы это должны понять. Это мы даже, этого момента мы ждали. Он нас так словли, словли, так потихоньку подготовил к этому. Шесть лет прошло. У него было четыре строка. Один, второй, третий. И вот это последний. Ну, мы думали, ну, еще так лет двадцать ему. Но Господь, вот, моей жене дал сон. Она проснулась, говорит, Слава, какой-то такой сон. Два номера. Это как вот случился строк. Говорит, в таком блестящем, как бы, ну, как бы такая вот окоемка. Номер шестьдесят пять. Ну, все же можно подумать. Ну, шестьдесят пять, да, как. Но прошли этих шестьдесят пять дней, и нашего папы не стало. Господь каждому из нас дает время. Как бы мы ни старались там в этом госпитале, как бы мы ни искали каких-то там медикаментов, или какое-то что-то там, ну, чтобы ему помочь. Господь дал ему шестьдесят пять дней. Он прожил. Он тихонько, спокойно отошел в вечность. Мы благодарны этому Господу, что он забрал его. Мама, он вчера, говорит, ой, папочка, я наварила компоту, ты ж так любил. А я говорю, что он уже там на небесах пьет молоко и мед. Ему там лучше. Он там ходит по золотых дорогах. Он там планирует, я думаю. Надо же, сейчас же родство приедет. Ну, как бы надо, чтобы мы там были так устроено все. Он позаботится. И я даже верю, потому что он всю свою жизнь, он заботился. Но Господь его забрал туда. Они там, ну, это мы так вот думаем. Ему там лучше. Ему там лучше. А нам просто надо этот момент жизни принять как, ну, как от Господа. Что Господь его забрал, а мы продолжаем жить. Мы живем дальше. Будем молиться друг за друга. Будем заботиться. Будем светом и примером. От вот этих воспоминаний иногда вот, просматривая, как вот спешл на таких, на фьюнералс, начинает человек задумываться, насколько мы хрупкие, насколько мы сложные. Что когда вот доктора приходили, они вот так вот, ну, не знаем, что делать. Мы придавали руки Господне. Господь утешал нас, утешал папу. У него не было никаких там сверхъестественных болей. Он тихонько дышал. Последний вечер мы были там. Он как бы в своем таком дыхании. Мы помолились там. И наутро он взял последний вздох и ушел в Господу. Мы благодарны, друзья, вам, что вы уделили время, пришли к нам. Скорбим. Ну, наша надежда, это быть там, на небесах. Спасибо вам за все. Спасибо. Слава Богу, дорогие. Дядя Гриша мой сказал, что жизнь записана на двух листках, а я посмотрел на картинку, и там просто стоит 40, рисочка и 20. Просто маленькая рисочка. Когда смотрю на свою жизнь, у меня уже сын женился, у дочери должно было быть бракосочетание вчера, мы должны будем все отменить. Я смотрю на себя, вроде я еще не жил, уже дети женятся. Так быстро все проходит. И Писание говорит, что хорошо, когда мы приходим в дом плача, хотя мы здесь не плачем. И вот я сижу и размышляю, что бы я мог, для Дениславы уже ничего не нужно говорить, что бы я хотел изменить, что бы я, и вот в эти дни, когда у некоторых из нас больше времени, мы можем переоценить что-то. И Господь, я верю, говорит к нам. Я думаю, Алекс передо мной говорил здесь, что он в Дениславе заезжал часто, а я думаю, а я мог бы заезжать в частей, но не заезжал. Некоторые вещи мы оценяем по-другому, когда мы теряем что-то. Когда мы приходим на такие мероприятия, я думаю, что Господь говорит нам через Твой Дух Святой. И мы, пока у нас есть шанс в жизни, мы можем что-то поменять. И действительно, смотря на жизнь дяди Славы, ну сколько я помню, сколько я помню, я не знаю, или было что-то такое, чтобы он сказал, что я не могу сделать, или мы не сможем это сделать. Он все знает, он все может, он все сделает. И это хорошо, когда человек позитивно настроен на жизнь. Смотрите, я не знаю, это каждый, наверное, по-разному оценяет ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Кто-то паникует, кто-то вообще не обращает на это внимания. Но если бы он жил сейчас, был живой, и посмотрел на все это, он сказал, шановник, расслабьтесь, то, что прожили мы и наши родители, и как уже было сказано, что для нас коронавирус. Когда-то много лет назад один очень хороший американский ток-шоу вел программу, и говорил, что славяне вышли там на какую-то демонстрацию, а демонстрация была в Сан-Франциско, и они делали демонстрацию против людей другой ориентации. Ну, и кто-то там позвонил, говорят, что эти там славы people, а он говорит, слушай, эти бабки, которые там вышли в платочках, дорогой, ты не знаешь, что они прожили. И если нужно было, они возьмут выло и пойдут с вилами. Поэтому хотелось подражать всему позитивному. Дома у нас возле дверей, я это поставил для своей семьи, над дверьми, когда мы выходим из дому, стоит такой из дерева сделанный плак, и там написано «Be strong and courageous». И сказал всем в своем доме, когда будете выходить из дому, вот туда смотрите, и тогда выходите из дому. Вот это позитивно, надо позитивно быть настроенным. И вот это то, что я помню про дядю Славу. Церковь надо строить, самую большую, какую можно. Поднимать дом, как Слава сказал, чем можно выше. Мой папа, есть родной брат дяди Славика, ну, он total and different. Он переживание всегда. Деньги надо, как ты построишь, как. Дядя Славик, у него, может, и не было денег. Построим, сделаем, всегда все позитивно. Я за жизнь не помню ни одного случая, где бы он сказал, что, ну, а так нет, мы не сможем, это не получится. Поэтому хорошим вещам мы должны подражать. Один просто из стихи из Библии для вас, дорогие. Библия говорит, что мы знаем, мы знаем, когда наша хижина, у нас вот этот дом, он разрушится, мы имеем дом нерукотворенный, вечный. А хижина в английском переводе, ну, хижина, в моем таком понимании, это еще что-то такое более-менее. А вот в английском написано шек. А шек – это такая будка просто. И сколько бы мы ни жили, 40, 50, 80, она разрушается, но мы имеем уверенность, имеем надежду, и это то, что нас держит, утешает. Не знаю, как другие люди в этом мире, когда они приходят таким обстоятельством, как они это переносят, как они прощаются, но слава Богу, что мы имеем живую веру, упование, что это все временно. Приглашаю всех нас до молитвы, мы благословим родственников, жену, и на этом все. Завтра никто из нас, к сожалению, не сможет быть там на месте погребения, кроме детей и жены, и может служителей, или два служителя. Поэтому мы попросим, чтобы Господь утешил их, благословил, и все устроил. Молимся. Господь, благодарим Тебя за то, что в любое время, в любых ситуациях мы можем к Тебе приходить, мы можем к Тебе обращаться, Господь. Мы имеем живую веру, живое упование, Господь. Слава Тебе, Господь, что даже когда наша земная жизнь здесь заканчивается, Господь, нас ожидают вечные обители, Господь. Это то, что нас утешает, Господь, потому что мы много проживаем на этой земле, Господь. Мы становимся родными, Господь. И когда приходит разлука, Господь, мы благодарим Тебя за надежду и за упование, Господь. Слава Тебе за Твое утешение. Просим Твоего утешения, Господь, для тети Тамары, для детей, Господь. Утешь, благослови, как утешаешь Ты, Господь. Нам помоги, как родным, близким, Господь, посещать их, утешать, Господь. И все, что мы можем с нашей стороны, чтобы мы сделали, Господь. Благослови, все Ты устрой, Господь. И завтрашний день это погребение, Господь. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, Господь, во всем пусть прославится Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, поклоняем Себя за все. Вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Отче наш, Сын на небеса, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в свое искушение, с отлукаву, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Если вы желаете сюда еще пройти, можете пройти, кто не приходил. На этом все. Мы будем расходиться с этого места и до завтрашнего дня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok